добрый день я уже показывал как делаются сиамские кубики 3 на 3 4 на 4 пришла пора сделать 5 на 5 для этого нам потребуется кубик 5 на 5 желательно 2 но можно и попроще взять к примеру такой yj же серия называется же чанг 5 на 5 чем он хорош он имеет уменьшенный размер чуть больше трешки вот 3 на 3 чуть больше получается но для сиамской головки сильно большой размер не нужен к тому же этот кубик очень хорошо вращается но их таких нужно 2 также нам потребуется приспособление сегодня взял пассатижи подойдут и кусачки какой-нибудь супер клей у меня самый дешевый секс прайса и что-нибудь для распределения зубочистка ватная палочка ну и набор платной бумаги на всякий случай возможно без чего-то и обойдемся ориентировать кубики вот так же как на 3 на 3 для этого возьму 1 кубика из белого красного ребра извлеку два вот таких вот элемента чтобы получилось вот так у другого кубика с желто-оранжевые ребра извлеку ребро центральное и два угла в зависимости от модели кубика это будет делать легче или проще но результат одинаковый здесь три зуба здесь два и соединяем вот так отличие от 3 на 3 и 4 на 4 здесь кажется не придется ничего обрезать но если модель другая возможно стоит чуть подрезать вот этот уголок если не будут помещаться элементы но здесь вроде бы все хорошо теоретически и должно получиться в крайней мере такие кубики продаются сделаны из каких-то совсем простых моделей и вероятно не очень хорошего качества это кубы магнитные сами по себе вращаются хорошо поэтому сиамская версия должна быть отличной ну к тому же компактной также как на 4 на 4 я уголки вот эти обрежу и внутреннюю часть вставлю обратно в куб возможно это придаст стабильности край мере хуже не сделает на 4 на 4 все работает отлично напомню с белокрасного ребра я извлекаю два боковых ребра с этих мест бело-красные здесь у другого кубика желто-оранжевого одно центральное ребро и два уголка желто-оранжевый зеленый и желто-оранжево-синий если вам больше нравится другая расцветка цвета будут естественно другие но прежде чем окончательно что-то приклеивать и отрезать обязательно приложите проверьте что это точно то что вы хотели и уголки мы естественно будем вставлять туда же откуда их извлекли но без внешней части здесь ножка из-за одного вида пластика не должна вроде бы щипиться откусилась очень легко вот такая вот деталь осталось это лишнее со вторым поступаем также лишнее остается интересно что ножки уголков получились разных цветов но по форме одинаково поэтому неважно куда их обратно вставлять чтобы вставить я сначала извлеку ребра ну и часть центров выплю сами остальные уберу элемент симметричный в этом просто куда-то там поставлю он сам найдет свое место и 2 также возвращаю центры один второй третий и возвращаю ребра сюда и сюда вот немножко торчат эти ножки мешать они не должны проверяем что все крутится ничего не сломали и это хорошо здесь на поверхностях элементов есть такие рельсы возможно из-за них будет склеиваться чуть хуже я специально взял два новых кубика они сухие без смазки и поэтому я их не буду обезжиривать если у вас кубики ранее смазывались то можно обезжирить так наверное будет лучше сот для склеивания я не использую без нее все хорошо работает финальный раз проверяем вот так должно все стоять и будем потихоньку клеить заранее ставлю такие вот бумажки на случай если клей растечется но лучше этого конечно не допускать бумажки могут и не помочь наношу клей на все поверхности соприкосновения либо это можно делать здесь либо здесь но эти подвижные поэтому я лучше нанесу здесь на четыре поверхности буквально одну капельку наношу проверяю чтобы ничего никуда не текло если потечет есть ватная палочка можно будет все убрать распределяю пока зубочисткой клея также здесь пока в этом положении кубик наношу клей сюда и еще одна сторона здесь лучше налить меньше и потом добавить кажется бумажка слегка испачкалась я ее заменю просто на всякий случай вот получили такую картину даем несколько мгновений клею распределиться чуть подсохнуть еще раз проверяем ориентацию в таком положении будем склеивать будем надеяться что вот эти рельсы не помешают соединяем и крепко нажимаем я подержу сжатыми кубы где-то минуту и потом дам просохнуть ну и вот результат все вроде бы получилось все совпадает по цветам вращается к агрессивно крутить не буду но вроде все работает сборка такого сиамского кубика будет гораздо интереснее чем обычного 5 на 5 когда-нибудь попробуем собирать и его на скорость модификация оказалась вполне возможно насколько жизнеспособна покажет время изготовление недолгое нужна лишь пара желательно магнитных кубиков 5 на 5 принципе из любой модели можно сделать главное одинаковых ориентацию можно сделать и не такую но все мои сиамские кубики сделаны в таком стиле поэтому я пока придерживаюсь именно такой цветовой схемы впереди 6 на 6 а пока потестируем этот на этом все всем спасибо всем пока